Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Новости рынка» в SAFC Markets. И в студии финансовый аналитик Дмитрий Лукашев. Здравствуйте. Здравствуйте. И журналист Сергей Кудряшов. Дмитрий, ну в начале передачи давайте поговорим об инфляции. Тем более, что мы отмечали, что и ЦБ, и Министерство финансов ожидали снижения ее уровня из-за поступления на прилавки магазинов свежей овощно-плодовочной продукции. Так на каком уровне она сейчас находится? Эти ожидания полностью оправдались. В июле инфляция составила всего 0,1%. И это существенное снижение по сравнению с 0,6% в июне. Практически она вот на уровне марта была, эта инфляция. И за январь и июль, то есть 7 месяцев текущего года, цены выросли всего на 2,4%. Но, соответственно, это в годовом выражении даже ниже целевого уровня ЦБ, то есть июльская инфляция год к году составила всего 3,9%. В июне она была 4,4%. Ну, ощутимость снижилась, конечно. Да, на полпроцента в годовом выражении снизилась инфляция. Ну и, соответственно, связано это с тем, что достаточно сильно подешевели плодово-вощная продукция, фрукты. И вот, например, капуста подешевела почти на 35%, картофель на 21%. И вот свекла, помидоры, огурцы, бананы, лимоны от 8% до 15% снизилась на них цена. И, соответственно, вот это все повлияло. Ну, видимо, тоже там сезон какой-то начался. Повлияло на итоговую инфляцию. Но при этом можно отметить, что самое оптимистичное Министерство экономического развития. Прогноз по инфляции у него 3,8% за весь год текущий. И вот оно не собирается его снижать. Считается, что вполне все реально. То есть в этом случае до конца года инфляция будет в два раза меньше, чем была в начале этого года. Ну, здорово. На самом деле, такой показатель макроэкономический, он очень такой позитивный. Ну, и тем более инфляция, она ниже таргета опустилась. Это хорошо. А какая ситуация сложилась с ценами на лекарственные препараты, особенно не из перечня жизненно необходимых? Выросли, выросли. И с начала года рост в три раза превысил инфляцию и составил 7,6%. Но вот этим уже озаботился Росздравнадзор. Возможно, что как-то эта ситуация будет урегулирована. Потому что, конечно, почти на 8% подорожали лекарства. Но, в общем, можно отметить, что по-разному они, конечно, цена росла. Вот если стоимость лекарств до 50 рублей увеличилась всего на 1,8%. Ну, а вот которые дороже, 50 рублей и выше цена. То есть почти на 8% цена их выросла. Ну, и как бы частично это, конечно, связано с государственным регулированием. Потому что, значит, государство следит за подорожанием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 2009 года список их утверждается правительством ежегодно. Ну, и, в общем, нельзя на них цену повышать. А аптеки как-то должны тоже сводить концы с концами. И вот повышают на другие лекарства цены. И здесь еще, конечно, повлияло несколько факторов. В частности, вот ослабление доллара. Точнее, да, рубля по отношению к доллару курса. И нужно отметить, что около 90% в лекарствах используются импортных субстанций, там всяких ингредиентов, но и просто импортные лекарства. Если это тоже, конечно, повлияло, все-таки рубль ослабил. Ну, и второй фактор – это, конечно, сезонные. Потому что, вот, если брать, вот статистически спрос на лекарства страны населения вот в летние три месяца сокращается примерно на четверть в сравнении с зимними тремя месяцами. Вот сейчас лето, и вот спрос меньше стал, цены немножко выросли. Ну, что ж, да. Ну, тем не менее, вот доля импортных субстанций, конечно, 90% в составе лекарств – это достаточно большая доля. Ну, это включаются и какие-то отдельные части, в том числе и упаковка, и пузырьки, и там все это вместе. Да, ну, да. То есть не то, что у нас 90% лекарств, а то, что в российских входит какая-то часть импортных препаратов. Ну, то есть фармкомпании вынуждены закупать по большей цене, получается, в рублевом эквиваленте эти компоненты. Ну, что ж, я хотел спросить у вас про ипотечное кредитование. И я так понимаю, что прогресс там наметился такой положительный, что прогресс должен подстегнуть строительную отрасль. Какие сейчас ставки на ипотеку? Ну, вот Центробанк отмечает, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, значит, в июне снизилась до исторически минимального значения – 11,11%. Очень хорошая ставка. Да, то есть никогда такого не было. Она сейчас очень низкая в таком как бы историческом периоде. И, значит, это, конечно, привело к тому, что количество вот этих ипотечных кредитов заметно выросло. То есть в первом полугодии банки выдали 423 500 ипотечных кредитов. Средний кредит получается в районе где-то 1,8 миллионов рублей, то есть на более чем на 770 миллиардов рублей выдано кредитов. Ну и в целом это увеличение объема составило 9,1%. Очень хорошо. То есть это вот что касается новых кредитов. А в целом, вот если брать портфель ипотечных кредитов, как бы, включая старый, почти на 12% он увеличился в сравнении, значит, с первым полугодием прошлого года. И, что можно отметить, доля просроченных кредитов остается очень низкой. Всего 1,5% по ипотеке просрочки. Ну, действительно, действительно низкий. Я думаю, что строительная индустрия должна прочувствовать этот рост. Ну, сейчас мало строится нового жилья, то есть, ну, сравнительно с предыдущими периодами. Большой объем непроданного, а и новых, как бы, проектов не так много. Поэтому вот может цена, конечно, немного подорожать на недвижимость. Ну, посмотрим. Не исключая это. Посмотрим. Ну, Дмитрий, давайте по традиции перейдем к российскому рублю, рассмотрим его котировки. Ну, рубль укрепился, в общем-то. Не так, конечно, существенно, но укрепился. И здесь можно отметить, что он как-то стабилизировался в неком диапазоне, то есть, там, да, 60, там, с половиной, где-то 59. То есть, уже даже, может быть, вот эта тенденция к ослаблению, она ослабла пока временно, конечно, скорее всего. Здесь можно отметить, что Минфин собирается увеличить объем операций по скупке валюты существенно очень, там, более чем в 600 раз. Ну, не надо пугаться этой цифрой. Дело в том, что в июне очень мало потрачено рублей было и куплено долларов Минфином. И, соответственно, просто-напросто 7 августа по 6 сентября он собирается направить 47,6 миллиардов рублей. То есть, примерно на 2 миллиарда рублей в день Минфин собирается покупать, значит, долларов, валюты. Ну, и причина в том, что в августе собирается он получить более 40 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов. То есть, это налоги от цен на нефть выше заложенных в бюджет 40 долларов за баррель. Ну, понятно, сейчас нефть выше 50, то есть, существенно выше, там, поступлений и так далее. Ну, и еще там почти 7,5 миллиардов Минфин добавит, значит, на покупку валюты за счет июльских поступлений, которые оказались выше, чем ожидалось. И, в основном, за счет того, что вырос объем добычи газа, экспорт нефтепродуктов, ну, и обвалился рубль. Соответственно, вот в прошлом месяце было всего порядка 74 миллионов рублей, сейчас я уже говорил 47, ну, и вот такое вот увеличение. Но, на самом деле, это, в общем-то, объем покупки просто выходит на уровень, значит, предыдущих месяцев. Например, в июне 45 миллиардов закупил, а максимум было покупки валюты в феврале. Вот, и посмотреть, да, небольшой рост-то был, конечно, но в целом, вот, допустим, вот эти апрельские, майские, там, цифры, вот, то есть, тогда, как бы, достаточно большая была покупка долларов Минфином, но она, в общем-то, не сильно повлияла на курс, вот. Вот, ну, сейчас вот все-таки я ожидаю более сильного влияния, вот, по той причине, что в начале года, когда Минфин скупал, значит, доллары, в России был приток валюты по текущему счету, то есть, было положительное сальдо. В первом квартале сальдо текущего счета составило плюс 22 миллиарда долларов, то есть, там, импорт был поменьше, как бы, еще какие-то средства, там, иностранных инвесторов поступали, а вот, например, в втором квартале уже сальдо было отрицательное текущего счета, впервые, там, чуть ли не с 1998 года, то есть, тут и отток, значит, средств инвесторов, там, в ожидании, да, уже источение санкций, и, в общем, много негатива, плюс рост импорта, ну, и, соответственно, возможно, что, вот, в платежном балансе, вот, вот, дефицит увеличится в третьем квартале, и, вот, даже небольшие такие действия Винфина могут подстегнуть рост, значит, курса, ну, и, конечно, все будет зависеть от цен на нефть, но я считаю, что это вот в августе, опять-таки, я уже говорил в предыдущей передаче, август, неудачный месяц для рубля, западает в августе, четыре раза только рост, вот, после, значит, перестройки в августе, и, соответственно, скорее всего, вот, вот эти действия Винфина, они подтолкнут, там, рубль наверху, скорее всего, да, немножко он может ослабеть, ну, и здесь, опять-таки, можно сказать, что всего Винфин собирается купить за весь этот год на 624 миллиарда рублей, значит, долларов, пока потратил только 308 миллиардов, вот, то есть, соответственно, еще больше, чем он купил и собирается купить, вот, и тоже, да, это может повлиять, ну, и здесь, в общем, тоже можно отметить, что правила покупки валюты не изменились, несмотря на то, что, как бы, и бюджет на текущий год, там, был уточнен, немножко пересмотрен, и по-прежнему, вот, цена отсечения 40 долларов за баррель, тогда, как, вот, нефть сейчас намного дороже, то есть, ну, на четверть точно, то есть, средняя цена с начала года по нефти, это где-то, там, ну, 51-52 доллара за баррель. Ну, да. Почему такая низкая цена отсечения, непонятно, и зачем скупать доллары в таких? Ну, может быть, Минфин все-таки перестраховывается, такая страховочная такая часть, что, а мало ли там... Ну, перестраховаться всегда хорошо. Внешнеполитические факторы растут. Вопрос в том, как это вот повлияет на курс. Ну, не знаю. Пока его действия не особо сильно влияли, то есть, там, в феврале было максимальные закупки, ну, тут вот небольшой рост был, в общем-то. А посмотрим, вот как в августе. Ну, посмотрим. Ну, будем дальше следить за курсом рубля, которому все-таки помогают нефтяные котировки. Давайте тогда перейдем к нефти уж, потому что вопрос... Ну, нефть стабилизировалась, да, стабилизировалась, даже сегодня подорожала. Ну, смотри, оно в последнее время идет в каком-то диапазоне, и все. С точки зрения, вот, российской экономики, ну, вот, на мой взгляд, как бы, главное, что она выше 50. То есть, все-таки, вот, наша экономика как-то вот к 50 долларам за баррель немножко адаптировалась, и, в общем, развивается. То есть, мы видим, инфляция низкая, там, доходы начали население немножко расти, там, слабо, но, по крайней мере, не падает. То есть, более-менее, вот, то есть, 50, как бы, ну, некий уровень, мы видим, что выше, выше, даже выше 51, в общем-то, она сейчас находится, что, в общем-то, неплохо. Но другой вопрос, что, вот, сегодня она подорожала, и абсолютно никаких не было каких-то вот сообщений, да, предпосылок для этого. А вот нападение как раз наоборот, то есть, вот, ОПЕК за счет Нигерии увеличил экспорт на 370 тысяч баррелей в день. Там, в США, добыча нефти выросла до 9 миллионов, значит, 430 тысяч баррелей в сутки, ну, в день, соответственно. И сейчас, значит, добыча нефти была максимальной с августа 2015 года, то есть, в июле. Оказалось бы, негатив сплошной для котировок. Да, по сравнению, вот, значит, с прошлым годом 12% американцев нарастили добычу нефти. То есть, все, все, как бы увеличивают, а эти сообщения, вот, пришли совсем недавно, а нефть, тем не менее, даже выросла. Интересно. Ну, возможно, что как-то повлияла вот старая уже новость, которая была о том, что вот спрос на бензин в США вырос до исторического максимума, там, приблизился к 10 миллионам баррелей, значит, в день на прошлой неделе. То есть, вот, спрос на бензин, возможно, как-то вот и поддерживает. Ну, посмотрим. Ну, да, будем отслеживать ситуацию с нефтью. А скажите, как сейчас торгуется антагонист доллара золота? Ну, золото мощно обвалилось вниз, вот. И, конечно, основная причина – это хорошие данные по американскому рынку труда, но о них мы поговорим, когда будем обсуждать индекс доллара. Ну, соответственно, золото вниз, индекс доллара вырос. Ну, есть еще один ряд негативных факторов, значит, для золота. Вот, в частности, крупные хедж-фонды оказались очень прозорливыми, скажем так. Интересно. Да, по данным, значит, есть такой крупнейший в мире золотой фонд Gold Trust. Так вот, значит, за месяц его запасы сократились на максимальную величину за 4 года. То есть в июле на 7% упали его запасы, на 55 тонн, соответственно. И, в общем, в основном, конечно, это делают крупные хедж-фонды. Сложно сказать, но, видимо, они считают, что все-таки ставка будет повышенной, вкладывается в американские облигации. Там ожидают, что рост их доходности вместе, ну, или, по крайней мере, в доллары, там, и, возможно, в акции. Но, действительно, вот Dow Jones вчера, значит, пробил 22 тысячи пунктов. Да, да, да. Это максимум за всю его историю, а этому индексу уже 121 год. Но, вот, если брать, например, как бы, рост с начала года, ну, что, да, Dow Jones поднялся, там, чуть больше 11%, а золото тоже, вот, оно на 10% с начала года выросло. То есть здесь вот, как бы, ну, февраль текущего года, ну, вот, как бы видно, что оно сейчас вот дороже, чем вот было в начале года, там, зимой. Ну, тут, ну, тут сказывался слабый доллар, у него был нисходящий канал, вот сейчас, конечно, он, ну, укрепляется, тем более, что вы упомянули. Давайте тогда о долларе поподробнее. Ну, вот, да, мощнейшее падение было в долларе, и вот сегодня такая вот оптимистичная, значит, свеча вверх. Ну, естественно, основная причина – это хорошие данные по американскому рынку труда за июль. Количество новых рабочих мест 209 тысяч составило, превысило прогноз, и июньский показатель был пересмотрен тоже в сторону увеличения повышен. Ну, здесь можно сказать, что не только, значит, вот этот вот количество новых, это non-farm payrolls, так вот по-английски называется, вот, не только он позитивный оказался, но еще там средняя часовая заработная плата в США выросла на 0,3%, это максимальное повышение за 5 месяцев, а вот в годовом выражении, значит, часовая зарплата средняя в США выросла на 2,5% в июле и превысила инфляцию. То есть инфляция тоже годовая июльская была, значит, 1,6%, почти на процент рост зарплат превысил инфляцию. Ну, и безработица сократилась тоже в США 4,3%, это минимум за 16 лет 2001 года. То есть вот такой вот позитив, конечно, подстегнул доллар, но это даже еще не все, еще там у них торговый дефицит сократился, значит, в июне больше, чем ожидалось. Ну, и вот, соответственно, доллар там, ну, первую неделю из 4 он вырос, то есть 3 недели до этого поснижался, ну, и как бы максимальный рост с декабря прошлого года, дневной, готов нам продемонстрировать, то есть где-то вот там вот этот рост оказался самым большим там практически с начала года. Вот. Ну, и единственный, как бы, негатив, который все-таки вот мешает более, еще более такого вот восстановления американской валюты, это, конечно, политический, да, вот эти все обсуждения победы Трампа на выборах, там, мешают его реализации в экономических программах, это, конечно, вот основной негативный фактор для доллара. Как мы видим, экономика нормально себя чувствует. Да, да, Америка испытала позитив, особенно сегодня, да. Ну, Дмитрий, а что еще интересного происходит на валютном рынке? Ну, можно рассмотреть фунт стерлингов. Но мы вчера его рассматривали? Вчера его рассматривали, да, просто как вот он отреагировал. То есть, вчера мы рассматривали и говорили, что он понизился из-за решения банка Англии и сохранить ставку. Вот, как мы видим, сегодня вот снижение его продолжается. Он был на 11-месячном максимуме, и вот довольно уверенно стал от этого уровня корректироваться вниз. Ну, соответственно, опять-таки ставка, вот, Банк Англии не стал повышать ставку, она там 0,25 составляет, а в США ставка 1,25, то есть на процент больше, чем, значит, в Великобритании. И вероятность, вот, после вот этих всех данных, рост ставки, значит, в США, она, ну, на декабрь превысила 50%, а буквально там несколько дней назад, в начале недели, была 44%. То есть буквально за несколько часов рынок отреагировал таким вот оптимизмом. Ну, и можно сказать тоже, что еще вот Банк Англии, кроме того, что сохранил ставку, он понизил еще прогноз роста ВВП Великобритании с 1,9% до 1,7%. Это существенно для вот таких развитых экономик, то есть там даже такое небольшое замедление достаточно существенно, и оно означает, что низкая ставка может быть достаточно долгий период времени в Великобритании. Ну, понятно. Ну, что же, Дмитрий, давайте тогда перейдем к основным мировым фондовым индексам. Ну, они очень слабо отреагировали. Здесь вот график S&P 500, как был вот он в некоем диапазоне, так и остался. Ну, и, соответственно, вот вчера рассматривали NASDAQ, то же самое. Практически никакой реакции. Ну, это понятно, потому что, как бы, предполагается рост ставки, а это увеличение кредитной нагрузки на бизнес. Ну, да. Вот, соответственно, в S&P вырос финансовый сектор сегодня. Практически там на процент основной рост продемонстрировал. А вот сектор там коммунальных услуг и потребительский сектор, они понизились. То есть кредиты дороже, как бы негатив. Ну, и можно отметить, что вот ЗАК завершается, почти уже больше двух третьих отчитались компании список S&P 500, завершается сезон отчетности. Вот сейчас ожидают, что совокупная прибыль вырастет почти на 12% в этом квартале компании. И вот этот оптимизм продолжится еще и в следующем квартале. В третьем там ожидается рост прибыли на 9,2%. То есть достаточно мощный рост. Хороший позитив. Дмитрий, ну, я вас попрошу тогда еще пару слов сказать об индексе московской биржи. Ну, корректируется он вниз, хотя сохраняет вот этот настрой, как бы, да, растущий свой настрой. Вот. И, в общем, достаточно сложно, как бы, объяснить, почему вот произошло его снижение. Вот цена на нефть выросла, да, доллару, значит, понизился, то есть рубль укрепился к доллару. Ну, вот индекс МВБ снизился. Возможно, какая-то техническая коррекция. Непонятно, конечно. Дмитрий, а можно вывести еще таблицу, кто в лидерах и... Ну, здесь у нас, как бы, опять-таки, странная ситуация. Ну, понятно, что скорректировались вниз предыдущие лидеры роста, АФК-система, в частности, вот Европлан, Русал, про которые мы говорили. Ну, с нефтянкой почему упало? Доллар вырос, они падают, непонятно. Да, странно. Видимо, не только мы, но еще ряд инвесторов не понимает, почему выросла нефть. Вот, и надолго ли вот это растущие тенденции на мировом нефтяном рынке. Дмитрий, ну, что ж, спасибо большое. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу новости рынков с LCA Markets. В студии был финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшев. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok